Он из тех, за кем охотятся западные разведки. Кто не раз рисковал, выполняя приказ. Для него каждое расследование – поиск ключа к тайнам мировой истории. Порой не хватает всего лишь какой-то детали, элемента, чтобы найти ответы и сложить все пазлы. Секретные материалы с Андреем Луговым. В августе 1992 года в охваченную реформами, экономическим и политическим хаосом Москву стали поступать тревожные сообщения из российского посольства в Афганистане. Уже в мае предвиделось, что идет все ухудшение, ухудшение обстановки, что разные вооруженные группировки входят в Кабул и делят власть. Кабул постоянно подвергается обстрелам из танков и артиллерийских орудий. Большинство жителей, спасаясь от смерти, бросив все, покинули город. Вместе с ними ушли и дипмиссии многих государств. На территорию российского посольства и торгового представительства почти ежедневно залетают снаряды и пули. Власти Афганистана не могут защитить наших сограждан, а их, между прочим, более 160 человек. Каждый день и даже час промедления мог закончиться катастрофой. Наибольшей жестокостью отличается оголтелый главарь маджахедов Хикматьяр Гульбиддин. Он объявил воздушную блокаду города. Гульбиддин заявил, что ни одна русская свинья не уйдет с Кабулы. Я всех их перевешаю. Москва, получая эти сообщения, никаких действенных мер для спасения своих граждан не предпринимала. Может, надеялась, что все как-то уладится. Но 12 августа случилась трагедия. Передо мной взрывается ракета метров за 50. То есть меня подшивают волной, голова кружится. Придя в себя, врач российской депрессии Адам Левкович забежал в комнату, куда минуту назад попал снаряд. Прямо на диване сидит наш главный бухгалтер, значит, Женя. Жена и Юра Марахидин. Значит, Юра веет в крови, в пыли. Когда я подошел, смотрю Жене, никаких признаков жизни нет. Смотрю ранения, осколок и ранения попали прямо в область сердца. Значит, Женя уже без признаков жизни. Надя, конечно, стонет, мечется, смотрю, у нее голова повреждена, вытекает вещество мозга, перелом ноги, в общем, ранения грудной клетки, все. Спасти женщину не удалось. Лишь после гибели людей в Москве всерьез заговорили об эвакуации российских граждан. Но как вывезти почти две сотни человек и все секретные архивы посольства из охваченного гражданской войной Афганистана? Наземным транспортом невозможно, боевики просто не упустят такую добычу. Остается один способ вывезти по воздуху транспортными самолетами. Туда можно загрузить всех и все. Но кому доверить эту опасную миссию? Подробности этой операции до сих пор знают немногие. И даже ее участники лишь с годами осознали уникальность выполненной миссии. А чему удивляться? Ведь действовали в условиях секретности. Официально вылеты в Кабул носили сугубо гражданский характер. К тому же в начале 90-х Россия переживала такие потрясения, что на их фоне короткий эпизод с эвакуацией посольства остался просто незамеченным. Да и кто-то наверху наверняка старался быстрее об этом забыть. Уж очень все напоминало авантюру. Направить незащищенные транспортники без прикрытия практически в пекло. Авось выкрутятся. А если нет, можно списать на летчиков. Не справились. Ощутить драматизм произошедшего в те дни нам помогут свидетельство участников событий, чудом сохранившиеся уникальные документы, видеохроника и фрагменты радиообмена экипажа. Поверьте, большая часть из этого никогда не публиковалась. Смотрите далее. Почему, чтобы спасти посольство, летчики кидали самолет вертикально вниз? Вот такая задача короткая была поставлена. Что за неизвестные истребители пасли наши илы в небе над Афганистаном? И он подвернулся и пошел, пошел, пошел. Я думал, что он не сбегает. И о чем умоляли наших пилотов индийские дипломаты? Я сейчас так говорю, а тогда никто об этом не спрашивал, ни с кем я не делился. 26 августа за несколько тысяч километров от Кабула под Великим Новгородом командир 110-го военно-транспортного авиационного полка Евгения Зеленов получил от командующего секретный приказ. По телефону это закрытая связь Засовская о том, что мне, командиру полка, поставлена задача подготовить группу в составе трех самолетов по эвакуации российского посольства из Кабула. К этому времени все-таки наши дипломаты сумели договориться, по их словам, с бандитами, что нам предоставят два часа для эвакуации наших российских граждан из Кабула. Операция должна быть проведена в обстановке строжайшей секретности под видом гражданской акции. Но летчики знали, что им предстоит смертельно опасное задание. Хотя официально операцию называли мирным зарубежным полетом и для убедительности даже требовали взять с собой заграничные паспорта. У моего стрелка, лично моего штатного стрелка, паспорта не оказалось заграничным, просрочен, вышел срок. Поэтому я взял стрелка с экипажа Мельникова, майора, командира отряда майора Мельникова. Потом он мне такой небольшой упрек высказал, командира, кому паспорт показывает. Зеленов сам должен был подобрать экипажи. Выбор на его полк пал не случайно. У меня 70% экипажа имели опыт полетов на территорию Афганистана в условиях применения средств поражения противника, в том числе и стингеров. Кабульский аэродром даже сегодня считается одним из наиболее сложных в мире. Расположен на высоте 1500 метров вокруг горы. В декабре 1979 года Гребень, одной из них, зацепил при заходе на посадку экипаж Ил-76. Погибло более 60 человек, из них 37 десантников. Вертолет летал, обнаружили переднюю часть фюзележа с телами летчиков. Остальные все упало в труднопроходимые ущелья и только обнаружили где-то в 2005 году. Но главная опасность, конечно, не горы и не отсутствие диспетчерских служб, а зенитные обстрелы. Нужно уметь уворачиваться от них. Особое изобретение еще советских военных летчиков – афганский заход. Так никто в мире не летает. Если обычный полет при заходе на посадку снижение от 5-10 метров, то вот у нас 25-30 метров. Если крен там 10-15 градусов, то у нас 25-30 градусов при заходе на посадку. И самое главное, мы ходили на удаление от взлетно-посадочной полосы от торца. На удалении 1-1,5 километра, не дальше. Обычный полет – 12 километров. Практика показывает, что безопасность посадки часто зависит не от электроники, а от мастерства пилота. А если садишься под обстрелом, да еще аэродром зажат горами? Смотрите, это уникальный документ – схема знаменитого афганского захода в Кабуле. Подобные схемы советские военные летчики готовили для каждого аэродрома в Афганистане еще в 80-е годы. На самом деле, аналогичный способ посадки советские военные летчики использовали и до афганской войны. Например, Евгений Зеленов освоил его летом 79-го в Камбодже. Он доставлял туда продукты из Вьетнама. Лишь при таком заходе на аэродромы в джунглях удавалось гарантированно уклоняться от обстрелов полпотовцев. Однако только в Афганистане этот способ стали применять массово и считали новаторством. А сегодня афганский заход – обязательный элемент подготовки российских военных летчиков. Смотрите далее. Как точка касания самолета на посадке связана с атмосферным давлением? Почему летчики уверяли, что хорошо, если слышишь взрывы? И что прятали сотрудники посольства за минуту до эвакуации? Для силовой поддержки летчиков и обеспечения безопасности дипломатов в каждом самолете должна была находиться группа бойцов Тульской воздушно-десантной дивизии. Командовал ими в то время подполковник Николай Ивонник. О своем участии в операцию они узнали за три часа до выезда на аэродром. Приказ командира Тульской дивизии был предельно краток. Подготовить три группы по 11 человек. Каждую группу включить, ну, естественно, командира группы, это офицер должен быть, и, соответственно, включить представителей медицинской службы, или офицера, или фельдшера, и представителей воздушно-десантной службы. О подробностях предстоящей операции не знал даже командир дивизии. Возможно, будут точечные действия, связанные с действием за рубежом в одном и южном государстве, в ходе которого, возможно, абсолютно самостоятельная, автономная их деятельность. Для соблюдения режима секретности всем десантникам верено снять форму. Никаких эмблем и знаков различия. Мы должны были лететь под видом, ну, экипажа и работников самолета. Разрешили только тельняшки оставить, и то мы их застегнули в воротник, чтобы не было видно. Только перед самым вылетом Николай Ивонник узнал от офицера генерального штаба о месте проведения операции. После распада Советского Союза таких вещей у нас и не проводилось непосредственно подразделениями вооруженных сил Российской Федерации, чтобы с выходом за пределы государственной границы. После 12 августа здания российских представительств в Кабуле маджахеды обстреливали ежедневно. Обстрел шел не только из танков, но и постоянно, непонятно откуда. Территория была вся прострельная. По распоряжению посла и руководителя торг-предства все сотрудники переселились в бомбоубежище, покидать которое можно было только в экстренных случаях. Сначала даже не бомбоубежище, а полуподвальное помещение под госпиталем, под торг-предством. Потом более-менее там уже действительно было бомбоубежище, где там двухъярстные солдатские металлические койки на НЗ были поставлены. И люди там 16 дней находились. Каждый день они готовились к эвакуации. Паковали секретные документы и архивы, оборудование, что-то сжигали, уничтожали оружие и ждали сообщения из Москвы о дате и часе спасения. Советские по менталитету люди, они были уверены, родина их не бросит. Но проходили дни, и у некоторых начали сдавать нервы. Были люди, которые считали, что все, нам конец, никуда мы отсюда не уйдем. В ночь на 27 августа 1992 года десантники вылетели на аэродром Кокайды. Туда же взяли курс и экипажи из Новгорода. Там базировался недавно вошедший в состав армии Узбекистана истребительный авиационный полк. Им командовал однокашник Зеленова по военной академии полковник Олег Струков. Оценив ситуацию, он сказал, что будет контролировать зону полета Илов над Афганистаном, а в случае крайней необходимости пошлет на помощь истребителей. Мы с ним отработали систему взаимодействия. Было очень приятно, что четверка Миг-29-х стоит в готовности защитить себя. Олег сидит на командном пункте реализационное поле, довольно глубоко заходит на территорию Афганистана. Все это уверенность дополнительная создает тебе, а твои, то, что ты находишься хоть частично под защитой своих друзей. Струков действовал на свой страх и риск. Официального разрешения прикрывать полет российских самолетов не существовало. Вечером 27 августа посол России Островенко объявил о завтрашней эвакуации. Будет пятница. У мусульман день покоя и молитв. Все может произойти, поэтому действуйте так, как вам будет в этой обстановке предписано. Ельцин вышел на ООН, значит, и все мировые средства были подняты, поскольку погибли люди. Вышли на Гульбидина, на американцев, поскольку команда Гульбидина. И как будто бы он дал согласие, что я не буду обстреливать самолеты, чтобы вот российские граждане улетели. 28-го в 3 часа утра кабульским пленникам приказали готовиться к выезду на аэродром. Лидер маджахедов Хикмати Аргульбидин дал русским 2 часа, чтобы покинуть Афганистан. С собой в автобусы взяли только самые необходимые. Там и людям-то от тесноты не пошевелиться. Мне была команда дана, значит, вот эти два груза 200 погрузить. А у меня было две машины «Волга» и «УАЗик». Погрузить «УАЗик» и тоже везти в аэропорт для отправки домой. Груз 200 – это тела погибших. Все это время они находились в морге посольства. Но перед отъездом оставалось еще одно дело. Трудно мне было тогда представить, что, вот, например, мы уехали, а флаг остался бы. И сказали, вот как шурави удирали, убегали. Допустим, что даже флаг там свой забыли тут снять. И показали бы его там, как там, допустим, топтали бы или сжигали бы там, я не знаю что, глумились бы. Буквально за минуту до отъезда Сергей Федоров в кромешной тьме бросился к флагштоку, снял из решеченной пулями российский стяг и засунул себе под рубашку. А куда еще? Не в карман же. 3.30 утра длинная колонна из битком набитых людьми автобусов и Камазов с вещами тихо двинулась по темным улицам Кабула в сторону аэродрома. Впереди машина посла. Следом скорая помощь с трупами погибших. Маршрут проложили так, чтобы забрать по пути дипмиссии Китая, КНДР, Монголии, Индонезии. Инструктаж, конечно, проводился, что никаких огней не зажигать, не курить, ничего. Ехали в полнейшей темноте, на невысокой скорости. Все, в общем-то, было. Но люди держались стойкой, и женщины, и мужчины. И не было никакого там паникерства или что-то еще. Пока колонна машин пробиралась по Кабулу в сторону аэродрома, Евгений Зеленов первым готовился к взлету. До Кабула минут 40. На рассвете, пока бандиты не проснулись, планировал быть на месте. Надо успеть оценить обстановку, приземлиться и обеспечить посадку товарищам. Диспетчеров на Кабульском аэродроме нет. Десантники заняли места в самолетах. Роль десантников, со мной стороны, была и оправдана, потому что наличие их и нас поддерживало. Мало ли там, что может случиться на аэродроме. Все-таки ребята боеготовые, умеющие вести боевые действия. Мы с собой брали парашюты на случай непредвиденной ситуации, чтобы научить, обучить тех, кого мы должны эвакуировать, и потом на них и надеть парашют. Смотрите далее. Что за непредсказуемые афганцы находились с ранеными российскими летчиками в подвале аэропорта? Как получилось, что наш ИЛ вплавился в покрытие взлетно-посадочной полосы? И чем на самом деле закончилась мирная командировка на войну? Транспортные ИЛы только пересекли узбекско-афганскую границу, как по радиосвязи пришел тревожный сигнал. Стрелок, смотри. Стрелок. Вон, вправо идет на нас. А, нет. Подожди, на нас идет вправо. Дом где-то. На нас идет нормально. Наблюдайте, нет? Погоди, не звоните. Вон, вправо наблюдаю. В 7-6, вправо наблюдаю под ракурсом 900 градусов. Ах, понял, подождем. Так, в 68, усилие осмотрительное заслеживание. В 87. Да, слева солнце плохо гордит. Слева лучший плавит, справа, он сближает, идет. Это Олег Струков с аэродрома Кокойды предупреждал Евгения Зиминова о появлении в десятки километров от транспортников чужих истребителей. При этом постарался успокоить товарища. Я поднял в воздух пару. Мигов. Сейчас, типа, они тебя прикроют. Я продолжаю полет. Потом, говорит, мне запретили пересекать границу. Но они встали в зоне. На границе. Как успокоить, говорит. Ну, с одной ракеты. Я думаю, Жень, тебя не собьет он. А если будет пуск ракеты, я дам команду. Пойдут, так сказать, на защиту. По характеристикам, это наверняка был истребитель МиГ-21. Экипаж практически беззащитного Ил-76 приготовился к худшему. Сам я уже был готов к отражению АТАТИ, да. Ну, какое отражение АТАТИ? Что у меня? Пушка сзади стоит. И локатор, который очень малоэффективен. Стрелок не наблюдает. То есть на удалении 15-20 километров он не видит. Нет такие возможности у локатора. Неизвестный истребитель продолжал опасные маневры. Проходим ранее. Километра. Наблюдаю. Стрелок в сзади, да. Прошел в линию наше. По какую сторону? Влево. Влево пошел, да? Влево. Влево прошел. Минут через 20 подобной ситуации оказался второй самолет, пилотировал который Анатолий Копыркин. Поскольку мы знали, что первый самолет как-то был, я думаю, он прошел. Ну, какая-то уверенность была, что и нас может не тронуть. Но неприятность, конечно, испытываешь, когда неизвестная цель подходит. А еще с земли тебе говорят, слева 20, слева 15, слева 12, сближается. Ну, определенный такой напряг был. Чьи это были самолеты? Потом уже говорили, что истребители поднял в воздух этот человек. Генерал Дустум. Один из претендентов на власть в Афганистане. Его вооруженные отряды контролировали северные провинции страны. Он с некоторой лояльностью относился к России. Возможно, генерал таким образом демонстрировал, кто в доме хозяин. А может, они проверяли принадлежность воздушных судов. Пилоты не могли знать, что генерал Дустум обеспечивал прикрытие российским дипломатам. Его люди контролировали безопасность продвижения колонны по Кабулу и сам аэропорт, чтобы шурави могли улететь домой. Перед вами уникальные кадры. Их снял один из дипломатов в кабульском аэропорту 28 августа 1992 года. Колонна автобусов с двумя сотней пассажиров заезжает на аэродром. Почти в эти же минуты в небе появляется первый Ил-76, за ним чуть позже еще два. В этот момент откуда-то со стороны Кабула раздался орудийный выстрел. Лидер одной из группировок Хикматиар Гульбиддин нарушил свое обещание не открывать огонь. В это время обстрел по аэропорту. Можете представить, какое наше обещание Гульбиддина. Потом минут через 15-20 смотрим, самолет отстреливаясь ракетами. Вот так афганский заход выглядел с земли. Обязательный отстрел тепловых ловушек, из-за них не видны разрывы снарядов. Но до большой высоте и при быстром приземлении зенитный обстрел малоэффективен. Впрочем, начавшийся обстрел был не единственной неприятностью. Поступившая из Москвы метеосводка сообщала об атмосферном давлении в районе аэродрома 632 единицы. Странная, почти невероятная цифра, смутившая пилотов. Из опыта они знали, в августе в это время суток значение давления должно быть меньше. Я даже конкурс устроил, пока мы готовились по саду. Я спросил штурм, как ты думаешь, какое давление на аэродроме? Он мне говорит, точные цифры могу соврать, но, например, он говорит, 615. Командира спрашиваю, летчика, говорю, а как ты думаешь, он... Ну, где-то 610, 611. Я говорю, все, давайте 613 и будем заходить на посадку. В силе ноль, высота показалось. В то утро Евгений Зеленов и его товарищи были точнее профессиональных метеорологов и специальной аппаратуры. Действительно, ошибка в показаниях атмосферного давления составила 19 миллиметров ртутного столба. Казалось бы, пустяк. Но это только для нас, людей, не связанных с авиацией. А в воздухе мелочей не бывает. Мне часто доводилось расспрашивать военных летчиков об особенностях полета в различных условиях. Интересовался в том числе, к чему приводят ошибки при определении атмосферного давления. Оказывается, погрешность на 19 единиц при заходе на посадку означает, что касание с землей произойдет за 4 километра до взлетно-посадочной полосы. А это неминуемая катастрофа. Снаряды ложатся все ближе. Первый ИЛ сразу начал загрузку. Первым для оперативности внутрь самолета загнали один из КамАЗов с вещами и документами. Следом по распоряжению российского посла забежали на борт дипломат иностранных миссий Китая, Монголии, Индонезии, Северной Кореи. Затем часть сотрудников нашего торгпредства. После всех загрузили тела погибших. Погрузка, можете представить, с учетом даже и груза 200 шла где-то минут 10-12. Можете представить. КамАЗ заехал за 1-2 минуты, все забежали, я подъехал. С каждой минуты обстановка накалялась. Второй ИЛ, повторяя афганский заход и отстреливая ловушки, шел на посадку. Были зенитные обстрелы со стороны города на заходе. Но они так, чтобы в сторону города не заходить, зенитки там стреляют. Они, мы все-таки были еще высоковато. Но уже было 4 попадания в здание аэропорта. То есть обстрел аэропорта во время нахождения еще и на земле командира полка уже было. Но я эти попадания не видел, но по докладу радиста. Привет, откуда стреляют, он спрашивает. В горы не уходите, в горы не уходите. Разворачивай. Надо разворачивать, разворачивай. Там стрельба афинитов, в горы не уходите, стрельба афинитов. Когда начали загружать второй самолет, маджахеды Хикматьяра усилили обстрел. Они явно уже пристрелялись. Вот-вот могла начаться паника. Боясь, он заметался. Ну, молодой мальчишка, можно сказать, относительно нас. Он стал прятаться под самолет между шасси. Я говорю, ну, видно, что он такой немножко сумбурный, непомощник. Я говорю, а как зовут тебя? Что? Он Саша. Я говорю, Саш, успокойся. Так смотрит, что такое? Я говорю, ты радуйся, что мы взрывы слышим. Это не наши взрывы. Наш взрыв мы не услышим. Поэтому волноваться нет смысла. Мины и снаряды разрывались все ближе к самолетам. Первый ИЛ готовился к взлету, когда третий борт Сергея Мельникова заходил на посадку. За несколько минут до отправки второго самолета возле командира экипажа Анатолия Копыркина резко остановился джип. Внутри 9 дипломатов из Индии. Ну, может, мое было отличие в том, что я был в таком белом комбинезоне, но, может, вид у меня соответствующий был в то время командный, потому что они сразу обратились ко мне. Возьмите нас. Ну, в таком плане. На ломаном таком. Ну, я говорю, спокойно. Только список составьте. Составьте список. Вот тот список. Его Анатолий Копыркин до сих пор хранит в рабочем блокноте. В верхнем углу бортовой номер самолета. Ниже, печатными буквами, аккуратно выведены 9 фавилий. 9 спасенных человеческих жизней. Дело в том, что изначально индийцы не должны были лететь этим бортом. И попросту могли остаться на аэродроме. Но тогда эти люди были бы обречены на смерть или мучительный плен. Это понимали все. Отказать людям, для которых российский самолет был последней надеждой, летчик не мог. Грузитесь. Индусы быстро забежали на борт, и тяжелый транспортник стал выруливать на старт, освобождая место третьему самолету, который вел майор Мельников. Этим последним бортом должны улетать непосредственно дипломаты во главе с послом и еще один КАМАЗ с вещами. Погрузка только началась, когда буквально под крылом самолета разорвался снаряд. Я вот стоял на рамке, справа от меня стоял Матвиенко, слева стоял фельдшер Диденко, сержант. И вот один снаряд разорвался в непосредственной близности, с правой стороны от крыла, справа закричал от меня Матвиенко, схватился за руку, забегал, как я тебе прыгать буду. Вот слева бедро был ранен Диденко, фельдшер, подбежал ко мне, показывает там пальцем, говорит, меня ранили. Я говорю, ну давай, перевязывайся. Через нижний рюк кабины буквально вывалились летчики. Двое были ранены. Самолет искрил, воздух заполнился гарью. Все ринулись прочь одобреченные машины, понимая, сейчас она взорвется. У меня два солдата меня поддерживали, тут Арефьев Сергей, еще Дима Черный. Дмитрий тоже они вместе. И друзья были по жизни, они вместе служили. Ну где-то, наверное, отбежали метров, может быть, сто. Взрыв. Они мне прикрыли сразу с собой. Передо мной две уникальные фотографии. На этой секунда до взрыва третьего самолета десантники отбегают от обреченной машины. На первом плане будущий герой России, старшина Сергей Арефьев. Через несколько минут он на руках занесет раненого Игоря Матвиенко в укрытие и почти сутки будет защищать оставшихся в аэропорту людей. Это уже начало двухтысячных. Американские военные в Кабульском аэропорту. На фоне хвостовой части Ил-76, сгоревшего в августе 92-го. Судя по тому, как разорвало самолет, у его пассажиров вряд ли были шансы на спасение. К счастью, на борту в тот момент практически никто не находился. Дело в том, что командир группы десантников запретил загонять внутрь самолета КАМАЗ. Он помешал бы в случае необходимости десантировать дипломатов. Так что вещи в салон заносили вручную. И в момент попадания ракеты пассажиры просто не успели подняться на борт. Вот так выполнение инструкции спасло жизнь. Это съемка из кабины второго самолета. Слева едва различимо «Белое пятно» самолет Сергея Мельникова. Ну что, производится стрелы зениток в районе города и хребта. А также произвели пять выстрелов по зданию аэропорта. Разве приняли? Взгляд приняли. Зенитки сгор и пять выстрелов по зданию аэропорта. А сгорел. Видно, попали. Столб черного дыма на этих кадрах – горящий борт. Евгений Зеленов, уже поднявший свой самолет на безопасную высоту, кружил над аэродромом, следя за происходящим. По радио связался с командиром второго борта Анатолием Копыркиным. Дал команду забрать экипаж третьего самолета. Впрочем, эта команда была излишней. Пусть меня простят наши посольские, да, все эти дипломаты, но у меня прежде всего болело как бы сердце за свои экипажи. У меня в голове пролетелось много. Как я прилечу домой? И экипаж оказался там, оставил я одно для командира полка. Лучше застрелись, да, чем смотреть в глаза и женам, и детям, все остальное. Это очень сложная ситуация была в этом отношении. Но в том-то и дело, что у нас вот именно экипажи, летчики, командиры, такого плана, что своих не оставляют. Подполковник Копыркин, как таксист, развернул самолет и по полю аэродрома погнал его на помощь товарищам. Во след ему один за другим рвались снаряды. Отъезжаем, мина ложится, отъезжаем, мина ложится. Поэтому это тоже вот нужно было прикрыться. Люди в панике забегали в здание аэропорта, стремясь укрыться в подвале бункери. За ними полетному полю рулил огромный транспортный самолет, готовый подхватить на свой борт любого. Из кабины Копыркин видел, что около здания еще остаются несколько человек. Экипаж остался. Стрелок Саша Григорьев. Он же, в частности, стоял на улице. Когда уже поняли, что мы откроем аэропорту, а не взлетаем, я дал команду открыть правую дверь, чтобы видели, что мы за ними, что мы с открытой дверью идем. Самолет, насколько возможно, замедлил скорость. Внутрь, буквально за руки, затащили экипаж майора Мельникова. Закинули в самолет раненых летчиков, моего фельдшера, Диденко, два или три десантника. Тоже залезли в самолет, вот, потом видят, что нет командира роты, и они назад вытрахнули оттуда. Второй Ил-76 начал выруливать на взлет. Тут Копыркин понял, что у самолета повреждена ходовая часть. Самолет никак не набирал скорость. Видно, резину шасси разорвали осколки снарядов. Евгений Зеленов сверху видел тот взлет. Страшное очень дело, потому что полоса кончается, а самолет не взлетает. И не видно его потенции вот такого сильного разбега. Вот тогда держу штурвал, крепко держу, и, видно, пережал все гашетки, и, господи боже, да помоги же ты ему, вот. Ну, а куда, вот куда еще обратиться, к кому обратиться, как хотелось, чтобы он взлетел, и вдруг машина вот, последний тут пыль, и вот самолет все идет, 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 и потихонечку пошел быстро. Два самолета, увозившие почти 140 человек, скрылись за горной грядой. На взлетном поле полыхал третий Ил. Вместе с самолетами исчезала надежда на спасение оставшихся в Кабульском аэропорту россиян. 58 сотрудников российского депкорпуса во главе с послом, среди них несколько женщин. Плюс 8 десантников, один из которых, командир роты, серьезно ранен и без срочной операции вряд ли выживет. Все они ждали своей участи в сыром и темном бункере аэродрома. Тут же на корточках сидели бородатые бойцы генерала Дустума, посланные им охранять россиян. Но афганцы, это народ непредсказуемый. Как поведут они себя с шурави? Я не постесняюсь сказать, что вот я там два раза такой страх для себя испытал. Это первый, когда вот подбили самолет, и нам была команда из автобуса бежать в здание аэропорта, а там стояли, в общем-то, бородатые такие люди и промелькнула мысль, что мы можем не улететь и вот здесь вот как бы оказаться плененными там или что-то такое. Вот. А на мне флаг и никакого оружия и ничего. уже через 40 минут Евгений Зеленов посадил свой транспортник на узбекском военном аэродроме в Термезе. Командир нервничал, ожидая прибытия второго борта. Вот он заходит на посадку. Но как сможет подполковник Копыркин посадить поврежденный и перегруженный самолет? Пассажирам оставалось лишь молиться. Подобной посадки Адам Левкович никогда в своей жизни не видел. Мы только вышли и остались с аэропорту и вдруг садится второй самолет. И он садится уже не на резину а на металл. И за ним сплошная полоса огненного пламени. То есть ощущение, что самолет загорится. Вот ощущение такое, как будто мы в вату сели и самолет вязнет в песок. Он энергично начал тормозиться, останавливаться, но остановился. Вот так выглядел Ил-76 после посадки. Металлические реборды его колес буквально вплавились в бетон. Я был уверен, что он задачу выполнил. Ну, вообще, я тебе скажу, вот в мире лучших летчиков, чем советских летчиков и российских, нету, это 100%. И в мире нет такой практики, чтобы на железо сажал самолет летчик. Нет такой практики. Когда мы разгрузили вещи, камазы, пассажири вышли, радовались, конечно, кто плакал, кто смеялся, плясали, фотографировались около самолета, показывали. Ну, в общем, все были счастливы, довольны. А командир просто расцеловал свой самолет. В этот момент в Москве решали, что делать с оставшимися в Кабуле людьми. Ведь это все посольство во главе с послом и военным атташе. Те, ради кого, собственно, и затевалась спасательная операция. Может, рискнуть и послать за ними еще один транспортник. В переговорах и неизвестности прошел день, затем ночь. А утром на аэродроме Кабула появились три транспортных самолета, направленных генералом Дустумом. Этот человек почему-то считал своим долгом помочь россиянам. Через полчаса самолеты приземлились на подконтрольном генералу с севера Афганистана. Оттуда до Узбекистана, который для бывших советских граждан оставался частью Родины, на машинах уже рукой подать. Очень часто героические поступки одних помогают исправить ошибки или недоработки других. Все участники той уникальной операции получили государственные награды. Трое Евгений Зеленов, Анатолий Копыркин и Сергей Арефьев стали героями Российской Федерации, одними из первых в новой стране. Наверняка каждый из них, тогда отправляясь в Кабул, догадывался, что тот полет возможно в один конец. Поэтому нам остается только восхищаться их мужеством, выдержкой и профессионализмом. Они справились с невыполнимой миссией. Вернули людей на Родину. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова